всем привет дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем канале from youa to uk сегодня у меня наконец-то генеральная уборка кухни выходной и все я решила убраться потому что тянуть дальше некуда для меня чистота на кухне это чистый холодильник чистые поверхности организации порядок на полочках чистота и порядок во всей кухне начинаю уборку кухни с мытья холодильника надо его помыть перебрать все эти продукты посмотреть что к чему а самое главное у меня он немножко подтапливается то есть вот тут вот собирается вода и не знаю почему ровно неделю назад я убирала эту воду и вот она опять уже через верх сейчас это все уберу вытер по эту воду протру весь холодильник он у меня в принципе чистый но знаете иногда что-то где-то капнет поэтому я так время от времени его протираю холодильнике освободила теперь осталось вычерпать вот эту прекрасную водичку посмотрите сколько и много еще и там кусок льда прилип нужно его как-то отшкрепти что ли не знаю я подумаю как это сделать ну ладно поехали всю водичку практически вычерпала и сейчас нужно вот этот лед как-то отколупать я взяла обычную деревянную лопатку и так и холодильник не поврежу сто процентов посмотрите какой огромный лед господи какой он толстющий как там еще стояли эти полочки не понимаю как я говорила холодильник у меня практически чистый я просто сверху протру все полочки у меня и времени немного мне всего четыре часа а потом детей со школу забирать мне нужно хотя бы в одной комнате сделать эту уборку кстати потом мне предстоит это делать делать во всех комнатах поэтому мотивации у меня в будущем будет очень и очень много весь прошлый месяц у меня было очень много работы я работала почти каждый день а в этом месяце у меня ее можно сказать в два раза меньше потому что многие люди у которых я убираю они просто уехали в отпуск поэтому мне достаточно времени чтобы брать дома я не расстраиваюсь что там меньше заработаю зато хотя бы порядок наконец-то у себя на виду в чистый холодильник расставляю все продукты по местам и приступаю уже к новому делу вот мои овощи фрукты надо освободить эти боксы их помыть овощи перебирать рассортировать фрукты с фруктов у меня по моему тут только яблоки я их убираю в тазик сейчас я промою их нарежу и сделаю с них варенье нам их по отдавали то родственники наши то соседи и мы их просто не успеваем съесть они немножко подвяли я естественно ничего не выбрасываю поэтому нужно срочно их переработать боксы помыла теперь в один слажу овощи во вторую слажу фрукты также я сегодня в центре помощи для беженца взяла яблоки они конечно же не такие вялые как наши прошлые яблоки поэтому думаю мы с удовольствием их покушаем все холодильник помыла все разложила сверху протираю и теперь морозилка морозилка это не сложно тут всего три ящика первом ящике у меня лежат мясо там наггетсы во втором ящике детский лед его вообще трогать не буду моих детей такой прикол они просто морозят лед в шариках в разных формочках красят воду предварительно делает его разноцветным а потом это все разбивают так полочки вытянула вот такая вот морозилка ее тоже я протираю лишний лед убираю опять же деревянная лопаточка кстати очень удобно да что еще не сказала в третьем ящике у меня лежат овощи разные мороженые там морковка перец по-моему какая-то еще зеленушечка морозилка у меня особо никогда не забита потому что я привыкла рядом супермаркет пошла сразу купила поэтому это так морковка просто тут быстро портится поэтому немножко мне есть замороженный перец ловлю когда по дешевой цене тоже его сразу куплю много наморожу его ну только в таких вот случаях у меня заморозка я уже мою сами ящики они тоже принципе чистый но так думаю про мою что было на душе спокойно и сейчас сложу все туда обратно закину все обратно морозилку все в принципе я ее помыла все весь холодильник помыла можно выдохнуть теперь я нарезаю яблоки как я говорила я буду делать варенье яблочное варенье я еще планирую туда добавить лимона я заранее купила 4 штуки думаю как раз будет вкусненько немножко с кислинкой но сначала их порежу засыплю сахаром и пусть немножко постоит пустит сок но уже результат смотрите в моих соц сетях потому что я столько видео на записывала что я понимаю 30 минут мотивации делать но это вообще не интересно а ссылочку на мои соц сети вы всегда найдете в комментарии прикрепленным под видео также в описании также в шапочке профиля в общем везде где только можно показываю сразу результат моей уборочки холодильник чистый все продукты точно 100 процентов свежие я их проверила все которые не свежим и переработали морозилочка все в порядке моя душа спокойно следующая на очереди это навести порядок на полочках вот например тут у меня на верхней полочке находятся всякие там печенюшки хлебушек также кофе нужно это все перебрать рассортировать протереть все и я потом назад все сложить первая полочка убрана вторую полочку тут у меня картошка и орехи на немножко там насыпалась песочка с картошки ну или какой-то пыли так что я просто это протираю и сверху конечно же все полочки и сам шкафчик плавно переходим к другому шкафчику да у меня тут немножко бардак у меня такая есть привычка перелаживать со стороны в сторону или с одного стола на 2 но я сейчас все уберу значит этот шкафчик у меня тут всякие крупы специи чай и чего у меня тут только нету в общем тоже немножко это рассортирую разложу и конечно же протру все полочки так между делом скажу я очень люблю порядок я люблю чистоту люблю когда все стоит на своих местах но к сожалению у меня не всегда на это хватает времени поэтому уже как есть а я в принципе все уже дослаживала теперь переходим к вот этому вот столику который я только что закидала чем только можно то сейчас все быстренько разберем это не сложно убрала и следующая задача разобрать вот эти вот все шнуры у меня очень много аппаратуры за это время нас собиралась поэтому боже сколько их тут много и я нашла выход как их можно рассортировать и сделать порядок у меня есть такие резиночки я их специально для сашки купила он себе волосы отращивает каждый шнур я слаживаю в несколько раз сверху резиночка и все по моему отлично получается порядок частью сложу в такую коробочку закрою и дети не будут это трогать потому что они вечно эти шнуры тягают и они перегибаются портятся и не приходится потом еще и покупать также я перебираю всю мою там аппаратуру все что не нужно я убираю все что нужно оставляю мне нужно всегда чтобы моя аппаратура была на видном месте потому что если мне что-то стрельнет в голову что мне надо срочно это записать потому что потом уже все будет не то так что вот так вот вот так вот и живем все остальное я убрала том чуть позже переберу так на очереди у меня другой теперь шкафчик тут у меня стоит посуда я по старинке все протираю влажной тряпочкой и все в принципе сейчас расставлю посуду протру сверху и все готово также я вспомнила что я давно не протирала вот этот вот ящик тут у меня лежат столовые приборы ножи тоже все чистенько просто иногда знаете крошки попадают или еще какой-то мусор поэтому влажной тряпкой протерла и все чистота порядок еще один участок моей кухни меня очень сильно напрягал это вот это вот пространство между шкафчиком и стиральной машиной там у меня ящик стоит который случайно дети разломали там стоит обувь но я там давно не убирала поэтому конечно же я все протираю там убираю обувь с ящика ящик сам протираю и думаю что мне с ним сделать и придумала просто заклею его скотчем а что я могу еще с ним сделать у меня другого нету а в обуви очень удобно в нем хранить потому что у меня нету никакой полочки для обуви а ее нужно куда-то ставить оказывается скотч это классная штука потому что я заклеила такой огромный разлом в ящике и он хорошо так сжал все эти частички и все ящик в порядке слажу туда обувь то обувь которую мы не носим которая не по сезону я уберу в другое место где слажу такую обувь ящик протерла его заклеила обувь перебрала все там помыла можно галочку поставить все самое сложное я уже переделала мне остается только протереть посуду протереть все поверхности пропылесосить и промыть пол хотела конечно я и ковер сегодня вытрусить и под ковром все промыть пропылесосить но не успела потому что деток нужно забирать со школы и обедом готовить я хотела сделать еще влажную уборку такую ну знаете небольшую во всем доме я это уже не буду снимать так как тема у меня сегодня только кухня а уже когда-то в следующий раз я сниму и полностью генералку всего дома ну и много всего в общем у меня работы столько она собиралась что вам говорю это надо нужно неделю-две снимать только одну мотивацию еще что очень важно я забыла за это сказать это раковина вот я ее помыла мне очень важно что она блестела чтобы она была чистенькая то что она сразу бросается в глаза и меня прям раздражает если на ней есть какие-то пятнышки вы видите у меня какой-то заскок насчет чистоты и вот я прям себя плохо чувствую когда у меня беспорядок так что я очень рада что у меня есть возможность это все убрать вот такой вот результат я очень рада показываю результат наконец-то я навела эту чистоту везде порядок но более-менее и я очень рада если вам понравилась моя уборочка и я смогла вас хоть немножко смотивировать поддержите мои старания лайком подпиской и пишите свое мнение в комментариях нравится ли вам такой формат видео не нравится мне интересно услышать ваше мнение буду с вами прощаться до следующего видео всем мира всем пока и и Продолжение следует...